Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня, в понедельник, 16 января, Святая Церковь предлагает для нашего назидания отрывок Евангелия от Марка, глава 12, стихи с 13 по 17. Послушаем этот отрывок на церковно-славянском языке. ПЕСНЯ 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 Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. И посылают к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове. Они же, придя, говорят ему, «Учитель, мы знаем, что ты справедлив, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли давать, подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать?» Но он, зная их лицемерие, сказал им, «Что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его». Они принесли. Тогда говорит им, «Чье это изображение и надпись?» Они сказали ему, «Кесаревы». И Иисус сказал им в ответ, «Отдавайте кесарева кесарю, а Божия – Богу». И дивились ему. Сегодня мы читаем в Евангелии о том, как ко Христу с вопросом о податике кесарю приступает группа из нескольких фарисеев и иродиан, хотя взгляды у них иногда были диаметрально противоположными, но их объединила общая ненависть к Иисусу Христу. Представители из группы религиозных общин задают ему вопрос, который не был вызван искренним желанием узнать мнение авторитетного учителя. Это была ловушка. Чтобы заманить в нее спасителя, они сначала грубо льстят ему, «Ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божию учишь». И лишь затем следует вопрос о податии римлянам. Как пишет Ефимий Зигабен, спрашивают с хитростью и коварством, чтобы в том случае, если скажут, что можно, возбудить народ против него, как советующего быть рабами у кесаря и подчиняющего народ Божий человеку, а если скажут, что нельзя, предать его правителю, как советующего отложиться от кесаря и воевать. Необходимость платить налоги Риму постоянно раздражала набожных иудеев. Для многих это было тяжелым бременем, вдобавок к местным налогам на храм и прочим сборам в казну таких правителей, как Ирод. Но суть проблемы скрывалась не столько в деньгах, сколько в символическом значении налога. Необходимость платить подать завоевателям-язычникам всегда воспринималась крайне болезненно, будучи доказательством национального унижения. И среди евреев не раз спихивали восстание против уплаты налогов Риму. Иудейский историк Иосиф Флавий говорит, что подать также явилась причина возникновения крайне националистического движения зелотов, объявивших Бога своим единственным правителем и царем. Да и сама монета оскорбляла религиозные чувства. Иудеям запрещалось делать изображения, и если рисунки растений и цветов еще допускали, то образ человека находился под безусловным запретом. А на каждом динарии был отчеканен профиль императора Тиберия, на что и обращает внимание Господь, говоря, чье это изображение и надпись. А что же было написано на монете? На одной стороне было выбито на латыни «Тиберий Август – сын божественного Августа», а на обратной – «Первосвященник». Ведь римские императоры исполняли обязанности верховного жреца главного римского культа. Некоторых набожных иудеев настолько шокировали римские монеты, что они избегали пользоваться ими и даже дотрагиваться до них. Благо, что в стране ходила также еврейская монета шекель. Но фарисеи и иродиане, присланные искусить Иисуса Христа, как мы видим, не гнушались римской монетой и даже более того, внесли ее на территорию храма Господня, где подавно было запрещено всякое изображение животного, а тем более человека, да еще и язычника. Когда Спаситель просит показать ему монету, он не заявляет, что никогда бы не взял в руки нечто подобное. Но ставит фарисеев и иродиан в неловкое положение, потому что они-то знают, где взять римскую монету. Ответ Христа лаконичен, но очень многозначителен. Отдавайте кесарева кесарю, а Божие – Богу. За 200 лет до рождения Христа произошло восстание против сирийских завоевателей под предводительством маковеев. У них был свой лозунг. «Воздавайте язычникам их воздаяние и исполняйте закон». Иными словами, это был призыв к мести – воздавать язычникам насилие за их насилие, и при этом не забывать важность закона Божия, который иудеи должны были свято хранить и исполнять. Христос же не призывает к насильственной революции. Он преображает мир, указывая не на внешнее рабство нечистому, а на внутреннее. Поскольку Господь привлекает внимание к кощунственному образу и надписи, Его слова приобретают оттенок пренебрежительного. Верните вы эту мерзость тем, от кого она исходит. У последователей Христа будут иные ценности, и они не в монетах. Именно эти ценности победят всех ложных, так называемых сынов богов и языческих первосвященников. Самая главная ценность – образ Божий, который несут на себе все люди, и потому должны отдавать самих себя, свою жизнь, возвращать их Богу, как римскую монету, кесарю. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя Господа! Благослови, Господи! Благослови, Господь! 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 Благослови, Господь!